Ульяна пишет, насколько часто невесты выбирают обувь не на каблуке. Будет ли такая обувь смотреться с платья, маселета с двумя кольцами под ним? Я достаточно высокая, не хочется быть одного роста женихом. Ой, вы знаете, Ульян очень часто, откровенно говоря, невесты выбирают обувь не на каблуке, особенно когда церемония и, в принципе, мероприятие проходит на открытом воздухе, то тут, безусловно, невесты выбирают обувь не на каблуке, это либо какие-то балетки, либо танкеточка небольшая, либо даже если каблук, то это какой-то широкий каблук. Ну, я тоже рассказывала про вот эти вещи. Как раз-таки 23 августа у нас были молодожены, очень красивая пара, они высокие оба, мы Машу давно уже отправляем в модели, не знаю, пойдет в модель или нет, но надеемся, что пойдет когда-нибудь в модели, потому что она очень красивая, высокого роста, и мне кажется, что он прям вот подиумной моделью ей быть. Так вот, Маша как раз-таки была не на каблуке, она была в балеточках, у нее было платьишко как раз-таки а-силуэты. Да, это абсолютно хорошо, нейтрально смотрелось. Ну, в принципе, когда платье длинное, когда платье а-силуэты, то каблук-то особо и не видно, вы же понимаете, что это только если там задирать платье и ходить показывать этот каблук, его не очень-то и видно. То есть когда это короткое платье, но здесь, да, здесь еще вопрос, и ну надо еще подумать, да, стоит ли покупать какие-то туфли не на каблуке. А когда это платье не короткое, то можно покупать туфли не на каблуке, но все-таки желательно, чтобы это были не совсем тапочки, да, чтобы это была какая-то красивая, светлая обувь. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас.